В чем прикол-то? Вопрос открыться? Эээ, что там внутри? Интересно. Опа! Так, здесь крыса. Она дохуя, в смысле? Нет, она спит. Как ее звали в «Черепашках-ниндзя»? Спринтер, по-моему, нет? Да? Спринтер. Это спринтер. У меня вопрос звучит следующим образом. Ты себя любишь? О, правда? Да. На самом деле нет, конечно. Вы что, думаете, они такой вопрос подсунут? С кем было последнее свидание? Ты понял, в чем фишка? А, это любовная какая-то крыса? Я не знаю, да? Это любовная крыса? С кем было последнее свидание? С кем было последнее свидание? Ну, с девушкой было последнее свидание, как бы, да? Ну, и все. Я считаю, что этой информации достаточно. Более чем. Да. С кем бы вы никогда не спели в дуэте? Ну, с кем бы ты никогда не спел? Вообще никогда? Да легче сказать, с кем бы я спел. С человеком, который не умеет петь, а? Как тебе такой ответ? С плохим человеком. С плохим человеком никогда бы не спел? Да, с плохим человеком бы никогда не спел. А, ну... С нетрушным. Самая дорогая покупка? Вот это интересно. Самая дорогая покупка в штанишке. Штанишки. Да, штаны для сцены специально. Да, штаны для сцены. Дорогие были. Да, они блестяще переливаются. Вот это, да, это такое... Ну, в смысле, они недороги для меня, а недороги. Они просто были дорогими. Назовите три вредные привычки. Три вредные привычки. Ну, давай. Не, у меня вообще так-то вредных привычек нет. Ни одной? Вообще ни одной. Такой вот чайчик. У меня вообще вредных нет. У меня все полезные привычки. Знаете, такие... Да, он встает, делает себе... Зарядку, кашу. Ну, конечно, сразу, моментально встаю. Живу исключительно по режиму. Готовлю к семейной жизни. В будущем. Не сейчас, в будущем. Когда-нибудь. Но потенциально я уже готовлюсь. Понимаете? А как ты готовишься? Тоже другой вопрос. Это уже хороший вопрос. А, малиновая лада или плакать в Порше? О! Малиновая лада или плакать в Порше? В смысле, быть счастливым в малиновой ладе или плакать в Порше? Ну, да. Или правильно, в Порше? Я просто не разбираюсь. А давай вместе ответим. Нет, давай, если ты свой вариант... Я слушаю, вроде бы, этот... Одновременно что? Ну, я пока что на данном этапе жизни я в малиновой ладе. Так что, да, пожалуй, под пожалуй малиновая лада. Да, малиновая лада. Слышал крыс? Самое странное место, где вы написали песню? Хорошая. Ой, знаешь, где самое странное место? А, в машине. В машине, в комнате, в ванной пишутся песни. Мы ехали на студию. А знаете, почему в ванной пишутся песни? У малиновой лады было написано в машине. В машине, да, конечно. А знаете, почему в ванной? Потому что, когда ты, когда... Вот любой человек это знает. Вы же, когда моетесь, вы же поете. Или кто-то когда-то... Ну, в любом случае, это дело, правильно? Видели фильмы. Да, или видели... Знаете, почему это дело? Потому что там в ванной стоит такое эхо. Хоу. Дилей хоу. Хоу такой стоит. И когда вы поете, как будто... Ну, прикольнее, чем вы просто выйти в комнату, в середину комнаты, начнете петь. Как бы отражаться звук не будет. Ну, в общем, будет немножко другее ощущение. Да, поэтому всем нравится петь в ванной. Да, и поэтому... И пишется там тоже неплохо, кстати. Скажу вам. Так, какой трек принес больше всего денег? Какой нам трек принес больше всего денег? Ну, если брать как трек, конкретно как трек, ну, сейчас наша первая песня — это «Малина и лада». Естественно, как бы это лучший сингл 2022 года. Действительно, самая-самая прослушиваемая песня 2022 года. Да. Да. Ну что, спасибо вам за это. Да, я выкинул свой вопрос. Прекрасную рубрику. Прошел какой-то тупенький. Субтитры сделал DimaTorzok